Друзья, всем привет! Меня зовут Артем, старший менеджер компании Sfera Car. И в связи с нынешними событиями в стране у всех возникает вопрос, возможно ли приобрести автомобиль с аукциона из Японии. Дам вам ответ. Приобрести автомобиль возможно. Первое. Касаемо брокеров. Брокеры принимают ставки, то есть без каких-либо перебоев. Не было никаких выходных, в общем никаких нюансов в плане приобретения, в плане постановок ставок нет. Второй момент. Касаемо судов. С 24 числа по нынешнее время пришли и растаможились уже в районе 8 судов, 8 кораблей. Два судна мы ждем. Они также должны прийти и растаможатся. То есть проблем в плане доставки автомобилей также не существует. Касаемо оплаты. Есть санкции, есть банки, против которых ввели санкции. Но половина, другая половина банков, они работают без каких-либо проблем. То есть приходите в любой коммерческий банк, производите оплату, валютный перевод в другую страну и все. То есть в этом плане тоже все в порядке. И помимо этого, так как мы занимаем большую часть рынка по экспорту автомобилей в Россию, японцы стали двигаться немножечко по стоимости. То есть на некоторые автомобили, на одни из самых популярных автомобилей, цена понизилась на 200, 300, 400 тысяч иен. Поэтому если вы хотите приобрести себе хороший автомобиль, все дороги открыты. Итак, друзья, давайте посмотрим, какие популярные модели и в какой бюджет на данный момент торгуются на аукционах. Начнем. Начнем с наиболее самого распространенного варианта. Это Nissan Note. Нет, нет. Это не самый распространенный вариант, потому что это бензиновая модель. Кузов Е12. 147 тысяч пробег. 2018 год. Четверочка оценка. В принципе, неплохое состояние. Есть мелкие замечания, совсем мелкие, которые вы просто не увидите на своем автомобиле. Серебристого цвета. Стоимость данного автомобиля 858 тысяч рублей. В принципе, неплохо. Посмотрим следующий вариант. 100 тысяч пробег. Четверка оценка. 2018 год. Также серебристый цвет. Мелкие замечания. По стоимости 912 тысяч рублей. Цена неплохая. Но бензиновые модели, они уже не так часто покупаются. Ввиду того, что есть гибридная модель, она стоит немного дороже. Но в плане ресурса, в плане надежности, в плане эксплуатации в целом по расходу, она намного актуальнее, в отличие от бензиновых моделей. Итак, давайте перейдем к гибридному варианту Nissan Note E-Power. Значит, что мы видим? Синий красивенький цвет. Четверочка оценка. 121 тысяча пробег. 2017 год. Стоимость данного варианта. 898 тысяч рублей. Ну, в принципе, в принципе, это очень рядом с бензиновой моделью. Следующий вариант. Красный, красный цвет. Машинка на номерах. 2018 год. И это, смотрите, друзья, это медалист комплектация. 104 тысячи пробег. Четверка оценка. По салону у него полный мультируль. Уля-ля, персик. Мы такие модели называем персиком. 988 тысяч рублей. Очень хорошая цена. Потому что до подорожания курса, в принципе, плюс-минус в этот же бюджет заходили такие варианты. Но здесь нюанс в том, что автомобиль красного цвета. Не каждый захочет себе красный цвет. Но, но, если вы хотите себе крутую комплектацию и выделиться где-нибудь там на дороге во время передвижения, красный цвет зайдет. Далее. Серебристого цвета e-power. 99 тысяч пробег. Четверка оценка. 2018 год. Вот такой простой иксовый вариант. Пробег 99. Уже 1 миллион 54 тысячи рублей. И следующий вариант. Такой вот рыжий красавец. 85 тысяч пробег. Четверка оценка. Что мы имеем? Мы имеем полный мультируль. Полный мультируль. Ну и, в принципе, этого достаточно. По стоимости 1 миллион 63 тысячи. Друзья, что могу сказать по поводу e-power? Стоимость по этим моделям не очень сильно возросла. Вообще, если покупать данную модель, то вы платите за технологии, за надежность. У него стоит одноступенчатый редуктор. То есть, максимально надежный автомобиль. И, то есть, он стоит своих денег. В дальнейшем в эксплуатации вы очень много сэкономите на бензине. А сколько он вам даст эмоций? То есть, это один из самых быстрых хэтчбеков. Очень интересная модель. Советую присмотреться к нему. Далее. Далее у нас вот такая красивая Mazda. Это Mazda Demian. 2018 год. 1.3. Полный привод. Друзья, разве не круто? Где-нибудь на Сахалине, на Камчатке супруге приобрести такой автомобиль на полном приводе. Ребенка в садик, за продуктами куда-нибудь в магазин. 100 тысяч пробег. Четверка оценка. Стоимость данного автомобиля 965 тысяч рублей. Хорошая цена за полноприводный хэтчбек. 2018 года. Далее. Далее у нас также Demian. Также серебристый цвет. Но передний привод. 95 тысяч пробег. Четверка оценка. 1.061.000 рублей. Здесь, друзья, какой нюанс? Есть также USS аукционы, по которым мы не видим статистику. И, возможно, там продавались модели, продавались автомобили немножечко ниже по стоимости. Поэтому, ну, плюс-минус в районе миллиона рублей можно приобрести себе хорошую Маздочку. Один из также популярных автомобилей. Его очень любят девушки. За счет его внешнего вида, дизайна. Отделка салона очень крутая у Мазды. Поэтому также советую. Если хотите на полном приводе, пожалуйста, покупаем, берем. Погнали дальше. Suzuki Swift. Интересная модель. Интересная в чем? Визуальный внешний вид. Симпатичный. Необычный. Красивый. 2018 год. 89 тысяч пробег. 3,5 оценка. 1.2 мотор. Вот такой вот черненький бриллиант. Есть небольшие замечания по кузову. Какие-то можно убрать локально. Но цена 929 тысяч. Хэтчбэк на вкус и цвет. То есть, пожалуйста, не нравится Note, не нравится Demi, пожалуйста, Swift. Еще один Swift серебристого цвета. Пробег уже намного меньше. 72 тысячи пробег. 3,5 оценка. 2018 год. Вот такой красавец. Продавался он у нас за 949 тысяч рублей. Видите, пробег небольшой. То есть, в принципе, довольно-таки надежный автомобиль. И крайний вариант у нас. 4 балла. 68 тысяч пробег. Вот такой бронзово-коричневый цвет. Отпишут пурпурный вообще. Ну, пусть будет пурпурный. 2018 год. Значит, стоимость данного автомобиля 1 миллион 97. Но здесь, видите сами, 68 тысяч пробег. Состояние у автомобиля великолепное. Полный мультируль. То есть, машинки все и есть. Кнопка запуска. Ну, довольно-таки интересный и симпатичный вариант, как альтернатива Mazda. Пожалуйста. Не нравится Mazda? Берите Swift. Swift также популярный автомобиль. Не настолько популярный, как взять, к примеру, Note E-Power. Но часть, какую-то часть рынка он занимает. То есть, его также приобретают. Давайте посмотрим на Хонду. А именно, Honda Fit. Honda Fit 1.3. Это ГК-4. Кузов. Полный привод. Полный привод 1.3. 2018 год. 58 тысяч пробег. 3,5 оценка. Вот такой серебристый. Это у нас уже рестайл. На номерах машинка. Ой, красавчик. Мне Fit очень нравятся. И Note, и Fit. Это одни из любимых моих автомобилей. Но, если я покупал бы Fit, то, скорее всего, на гибриде. Это полный привод. Стоимость данного автомобиля 1.134.000 рублей. Почему такая цена на полный привод? Ну, скажем так, немаленькая. Потому что, вообще, давайте так, разберем немножечко. Японцы очень сильно любят Хонды. И в связи с этим, в самой Японии стоимость на эти автомобили довольно-таки немаленькая. И, помимо нас, еще есть другие страны, которые приобретают эти автомобили. И, возможно, в этих странах они пользуются большей популярностью, чем гибридные модели. Ну, вот, собственно говоря. Давайте дальше. Дальше у нас еще один Fit. Но это L-комплектация. L-Honda Sensing. Такой черный, черный, красивый. Но у него есть замечания. Есть замены по правой стороне. РК оценка. Но здесь соль в чем? Соль в самом пробеге. 46 тысяч пробег в 2018 год. Ну, вот что, что. Но Хонда сделала очень крутой салон. Полный мультируль. Сенсорный климат. Камеры. Все есть. Кнопка запуска. Все, что надо в автомобиле, все есть. Стоимость данного варианта 1.219. Скажете дорого, но на самом деле нет. А может быть и не скажете, потому что он стоит этих денег. У машины ресурс хороший. Полный привод. Багажник. В принципе, отклонили задние сидушечки. Вместительный. И передвигаться с пункта А в пункт Б. Взять машину на 5 лет. И не заморачиваться, не вкладывать в нее. То есть, это хорошая инвестиция. Дальше. Дальше у нас пошли персики. А персики в виде чего? В виде ГП 5. Опять же, это L-комплектация. То есть, очень хорошая комплектация. 89 тысяч пробег. 3,5 оценка. 2018 год. Как указали, типа винный цвет. Но, на мой взгляд, фиты очень стильно выглядят. Очень стилево. И в любом цвете, в принципе. Вот здесь у него какие-то накидушечки. Чехлы, видимо, японец какие-то воткнул. А вот тут специальная ручка для опытных водителей. Стоимость данного автомобиля. Смотрите, он по кузову идеальный. И стоимость данного варианта 1 миллион 32 тысяч. Это очень хорошая цена за такой красивый внешний вид, за такой красивый цвет и за салон. Но только снять вот эту вот тряпку сидушек. Следующий вариант. Это у нас FIT красного цвета. Также кузов GP5, гибрид, передний привод. 37 тысяч пробег. Оценка RK. Есть замечание, но посмотрите на этот пробег. Хотите хороший ресурс? Пожалуйста, берите пробег меньше. По стоимости данный автомобиль был продан за 1 миллион 57 тысяч рублей. Хорошая цена. Следующий вариант. Это FIT GP5. Также 2017 год. Элька комплектация. Такого темного цвета. 53 тысячи пробег. То есть жирная комплектация. Хороший пробег. Стоимость. Внимание. 1 миллион 92 тысячи. 1 миллион 92 тысячи. В общем, FIT это одни из самых популярных моделей. Вообще, если вот так подразобраться, в самой Японии японцы очень сильно любят Хонду. И на эти автомобили в целом стоимость в Японии, она немножечко дороже. И если вы хотите себе, чтобы выделяться где-нибудь на дороге, садиться в машину и постоянно кайфовать, это FIT. Это однозначно FIT. Когда ты вот закрыл машину и потом оп, и обернулся, еще посмотрел. Дорогу перешел, оп, и еще раз посмотрел. Это точно про него. И когда в салон садишься, ну разве не кайфово? Сенсорная печка, подстаканнички, все везде удобно. Ну, прям кайфовая машина, динамика и расход также у нее очень привлекательный. Далее. Далее один из популярных и не менее покупаемых автомобилей. Это Toyota Aqua 2017 год, 148 тысяч пробег, четверка оценка, серебристый цвет. Комплектация простая. По стоимости, по стоимости очень приятно. 846 тысяч рублей. Следующий вариант. Это уже более обновленная версия Aqua. Смотрите, какой у нее перед. То есть бампер немножечко другой. Ну, не немножечко, а конкретно другой. Оптика другая. 97 тысяч пробег, РК оценка, есть замечание. Но, в принципе, за 2018 год, за 97 тысяч пробег, стоимостью в 936 тысяч рублей, это хороший вариант. Это очень хороший вариант. Вот так он выглядит. Вот тут, пожалуйста, Японец сидит, что-то разглядывает. Запуск с ключа. Следующий вариант. Это у нас Aqua. Также серебристый цвет, но оценка уже 3,5-106 тысяч пробег. Ну, очень хороший вариант. В плане того, что и пробег небольшой, и оценка не низкая, не особо высокая. То есть и цена должна быть также приятной. По стоимости данный автомобиль выходил в 994 тысячи. Ну, вот я угадал. И на десерт. На десерт вы какие автомобили любите? Какого цвета? Белого, естественно. Вот я вам подготовил вариант белого цвета Aqua. Пожалуйста. Тут еще и туманочки есть. А? Ну, разве не хороша? На номерах? Ой, персик. Есть нюансы, но я их даже нюансами не назову, потому что все, что с единичками, это вы просто не увидите. А3 на бампере, как правило, японец где-то, скорее всего, припарковался возле бордюра. 136 тысяч пробег, четверка оценка, эско-комплектация, 2018 год, бюджет 1,076,000 рублей. Друзья, что я могу сказать по поводу Toyota Aqua? Если вы берете себе автомобиль надолго, вы не хотите заморачиваться в плане каких-то замен, расходников и всего остального. Берите этот автомобиль. Если берете на 6-7 лет, и вам особо не нужна динамика, вам не особо важен, как там выглядит салон. В принципе, салон у них симпатичный. Ну, и вам просто нужна надежность и экономичность. Это точно Toyota Aqua. Друзья, и если вы хотите себе автомобиль, приобрести автомобиль в сегменте хэтчбеков, разнообразие очень большое. И мы вам сказали и показали только часть рынка. Это одни из самых популярных моделей, которые возим мы, которые привозят себе клиенты. То есть, если хотите надежность, пожалуйста, Toyota Aqua. Берите на 5-6-7 лет, продадите также в те же деньги, а может быть и дороже. Ну, если вы прям не хотите заморачиваться машиной, заливать масла, что-то, расходники. Вообще, каждая машина должна правильно обслуживаться. Если вы хотите себе динамики, берите себе Note E-Power. Лучше динамики вам просто, наверное, не найти. То есть, экономичный, надежный и очень быстрый автомобиль. Если вам нравится внешний, ну, вам нравится выделяться как-то в потоке, да, вам нравится как, ну, как вот все в салоне у вас, да, возьмите себе Fita. То есть, это та машина, когда вы закрыли, оп, обернулись, дорогу перешли, еще раз, оп, обернулись, посмотрели. Ну, тачка кайфовая и в салоне, и внешне. Если вы, там, супруги ищите автомобиль, да, возьмите Mazda, всем девочкам нравится Mazda, пожалуйста, полный привод, передний привод. Не нравится Mazda, возьмите Swift. И, друзья, выбор большой. У вас хэтчбеки, кей-кары, минивены, седаны. Поэтому обращайтесь, мы вам поможем, все исходя из ваших потребностей. И, подытожим, куда можно правильно инвестировать свои средства. Первое. Квартиры, ипотека, выросла ставка на 20%. Не вариант, не вариант. Технику покупаете, покупаете, но когда она уже БУ, соответственно, она дешевеет на 50% в дальнейшей продаже реализации. Правильно? Правильно. Взять дилерские центры по продаже автомобилей, если покупаете этот автомобиль, то вы его получите, ну, возможно, где-то через год. И по вот такущей цене. Цена будет, ну, очень заоблачная. Авторынок. Мы находимся здесь, во Владивостоке. Зеленка абсолютно пустая. И даже если там есть автомобили, то это просто уже, скорее всего, не ликвид. Потому что на начальных этапах всю зеленку просто опустошили. И остается вариант приобрести хороший, качественный, ликвидный автомобиль с Японии. Поэтому, друзья, если вам нужна машина, либо вы хотите правильно синвестировать, проинвестировать свой бюджет, пишите, звоните, контакты в описании, вот здесь внизу. А ссылочка на WhatsApp вот здесь в углу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok